Но здесь я прекрасно знаю, что делали азовцы, здесь и в Донецке, когда тут шли боевые действия в 2014 году, и знаю прекрасно, что делали они в Мариуполе, и как они, собственно, проделывали ходы в домах, ну просто берут вот квартиры, да, ряд квартир, они пробивают стены, делают из дома укрепрайон, то есть на втором этаже, вернее на первом, на втором этаже, где люди живут, а через этаж вот такой своёный пирог, где квартира мирных, квартира азовцев, азовцами заняты, они делают огневые точки, понимаешь, они прикрываются просто мирными людьми. Вот. Когда они, значит, ставят возле домов там танки, когда ведут боевые действия, ну, собственно, вот, а что произошло, понимаешь, когда они прикрылись в том же самом Азовстале. Вот я там каждый день езжу мимо Азовстали, который сейчас наваливают там по полной программе этими и авиация, и, ну, всем там тяжёлым, чем можно. Вот. Они что делали? Они туда, в эту Азовсталь забрали, пригнали людей, причём часть людей пригнали насильно, просто их согнали туда, понимаешь, Сергей? Если ты говоришь, что вот там нацизма нет, фашизма нет на Украине, да я не знаю, это хуже, по-моему, то, что они делают, то, что они творят, это хуже. И, понимаешь, когда мне говорят, вот там, значит, русские там всех разбомбили, да, блин, я здесь езжу, там все наши блокпосты облеплены людьми, потому что люди приходят за помощью, они что-то спрашивают, где-то что-то поинтересоваться. Русских, бурят, там, чеченцев, там, прочих, кто все здесь находятся, никто из мирных жителей не боится. Это свои. А вот Азовцев боятся до дрожи, говорят, ребят, сделайте что-нибудь так, чтобы просто никогда эти твари не вернулись к нам. Никогда. Понимаешь? Вот ты просто сейчас меня услышишь, вот... Хорошо, я тебя услышал, и у меня даже есть вопрос как раз вот к тому, что ты рассказываешь. Ты рассказываешь достаточно подробно, как неправильно Азов и другие подразделения украинской армии защищаются. Подожди, сейчас ты очень подробно... Сейчас, подожди. Так вот, смотри, ты рассказываешь механизм, как они защищаются. Ну, у меня-то, естественно, просто нахера им пришлось защищаться. Как так получилось, что им пришлось защищаться? Вот твой друг и соратник Стрелков рассказывает, что если бы российские войска 8 лет назад в Украину не зашли, то там бы ничего этого сейчас и не было, и никаких бы противостояний, никакой войны не было. И вопрос такой, Росислав, ты согласен со Стрелковым, что это все русские начали, что это путинские войска все начали еще 8 лет назад, или не согласен? Вот тебе вопрос. Подожди. Значит, давай так, по порядку. Вот у меня есть мой друг и товарищ в Харькове. Он сейчас и вынужден был эмигрировать из Харькова. Он был задержан в 2014 году и 5 лет отсидел в тюрьме СБУ. У меня есть много в Одессе, товарищи, друзья, которые также были задержаны. Вот ты здесь говоришь про... Здесь человек 5 лет отсидел. Ни за что. Его просто забрали, его там пытали. Он там сидел, понимаешь, Сергей? Это и говорить то, что там русские что-то начали, и русские... Ты согласен со Стрелковым, что если Россия туда не влезла бы, то там бы ничего не было, или нет? Слушай, если бы Россия туда не влезла. Вот еще раз. Страну готовили для войны с Россией. Единственное предназначение Украины это война с Россией.